Как вам несение службы в данный момент? У вас именно бытовые условия? Расскажите про свои бытовые условия, которые вы несете с ним. Нормально у нас бытовые условия. То, что говорят, люди говорят за баррикадами. Это как бы неправда в основном. Что именно неправда? Что вы просите? Ну, что говорят, что мы живем в плохих условиях. То, что у нас там проберцы, они там рассказывают. Типа, что плохие у нас обувь плохая, то, что мы мерзнем. Ну, в принципе, это неправда, потому что мы стоим, потом нас, ну, смена меняется, мы, в принципе, нас устраивает, как мы стоим. Раньше мы стояли там по часу, но сейчас мы меньше стоим и греемся. Как бы мы не успеваем замерзать просто. И, ну, времени вполне достаточно, чтобы согреться. Ну, насчет питания могу сказать. Питание вообще нормальное. Как бы сгущенки хватает. Ну, как бы нам дают сгущенку каждый день. Печенье, сгущенку, шоколад, сигареты выдают. И, в принципе, меня все устраивает. В данный момент вы, когда последний раз общались с своей мамой, о чем вообще был разговор, успокоилась ли она после событий недавних? Ну, вчера. Вчера мы с ней созванивались. Ну, в принципе, ну, как бы еще нет, ну, там, что у нее там накопилось на душе, она мне начала рассказывать. Ну, в принципе, я ее как мог успокаивал. А как в данный момент взаимоотношения у вас в коллективе? Вот ваши сослуживцы вас поддерживают? Расскажите об этом. Не, ну, почему? Нормально, как и всегда, ничем не отличается. Ну, чуть, ну, там, не знаю, можем посмеяться с этого всего. Ну, как бы для меня это шок. А они просто, ну, смотрели видео вместе, смеялись так, в принципе. Ну, так, ну, нормально, ничем не отличается. Как обычно, я служу. Ваш настрой на службу, боевой дух. Хотите вы дальше служить, хотите вообще служить в армии? Расскажите. Ну, ничего не поменялось, как и раньше. Служу, нравится здесь, в принципе, все устраивает. Ну, не знаю, что сказать. Ну, все хорошо, вот так вот. Не стоит переживать, потому что, ну, как бы... Ну, нету причин, что для переживания, потому что, ну, здесь все нормально. Все люди целые. Ну, как бы, всех настрой нормальный. Ну, все на позитиве. Все хотят, ну, все хотят, конечно, как и мамы, чтобы это все быстрее кончилось. Ну, я солдат, и, ну, я знал, что меня ждет в армии. Вплоть до этого, ну, потому что, ну, в 2004, да, году, ну, тоже была же такая же подобная ситуация. В принципе, я, ну, предполагал, что может со мной такое случиться. Так что, ну, я был готов, и думаю, каждый был готов. Ну, сейчас, в данный момент все спокойно, и я не вижу повода для волнений. Никакого вообще повода не вижу. Есть ли волнения среди ваших товарищей, от ваших во взводе, в роте? Нету, никаких. Вообще, ну, все на позитиве, повторяю еще раз. Никаких волнений. Ну, я лично не замечал никаких волнений. Как вы можете, может, вы знаете, как другие солдаты, там, военнослужащие общаются со своими родителями? О чем? Ну, в принципе, как и я. Ну, общаются, говорят, что все хорошо, все то же самое, что кормят хорошо. Ну, им нечем, не на что жаловаться. Еще они будут говорить, что, типа, у них все плохо. Им не на что жаловаться. Если бы было на что-то, ну, они бы, соответственно, говорили. Это все придумывают эти репортеры. И по телевизору родители видят, что показывают всякий бред. И они себя накручивают, что здесь реально так. А на самом деле же ситуация совсем другая. Отношение моих командиров ко мне не поменялось после того, как приехала моя мама сюда, меня проведать. Я как служил, так и служу дальше. Я никаких, ну, там, не знаю, чтобы меня как-то потыкали этим мне. Не вижу, ничего не замечаю. Мне сказали, как бы, что у меня все будет нормально, я буду служить, как я, чтобы я ничего не боялся. Вот так вот. Чтобы остаться, ну, служить дальше, ну, как бы, ну, я думал, и мама мне, ну, когда я только, ну, служил где-то, может, месяца три отслужил, то она, как бы, задавала мне такой вопрос, типа, может, ты, типа, останешься, ну, вроде бы неплохо. Сейчас, ну, с работой, ну, сами понимаете, ну, чтобы найти работу, нужно много усилий, не только усилий, средств нужно, как бы, внести. А, ну, остаться во внутренних войсках, думаю, ну, это неплохая идея. Ну, я еще не задумался так сильно над ней.